Итак, добрый день, уважаемые коллеги, значит, сегодня мы небольшой сюжетик покажем, работой, сегодня будет проходить отладка, очередная отладка опыта холостого хода, но уже с реальным мотором колесом, значит, мы вчера разбирались с данными, которые выдают прибор Якогамма, нас смущали некоторые отрицательные величины, потом мы делали запросы, смотрели, консультировались, оказывается, все правильно, и все суммы, которые представляются даже с учетом отрицательных величин, они оказываются правильные. Нас смутило то, что были некоторые величины по одной из фаз с отрицательным значением, но оказывается, это особенность работы Якогаммы ВТ-1800 именно в этом режиме измерения, поэтому прошу обратить внимание на вот эту панельку. Я сейчас возьму, чтобы можно было покаживать, чтобы пальцем не пихать, значит, смотрите, вот колонка, это элемент 1, одна фаза, вот элемент 2, вторая фаза, элемент 3, третья фаза, и вот здесь суммарное значение будет. Значит, нас в опыте холостого хода будет интересовать зависимость тока фазы от напряжения, а также будет интересовать суммарные потери P1, это активные потери в двигателе, которые идут на вентиляторные потери, механические потери, в том числе потери в подшипниках, вот, и еще потери в стали будут у нас. Идти потери в меди, ну и, соответственно, во всей схеме коммутационные, это провода от трансформатора и до, не от трансформатора, от Якогавы до двигателя, потому что те, которые на входе, от кабеля у нас потери, ну, практически не учитываются, хотя, в принципе, напряжение будет в некоторой степени просаживаться, ну, там достаточно толстый камер стоит и погрыжность минимальная. Ну, все равно, это только первые прикидочки, пока что это не тестовые, не талонные, потому что соединения, которые выполнены временные, не совсем устраивает. Ну, тем не менее, постепенно обучаемся работе с прибором, постепенно приводим в порядок, делаем коммутационные кабели, дооснащаемся, ну, почему временно, потому что, ну, интересно, ну, хочется, да, получить, уже хочется поучиться, ну, а время требуется для подготовки кабелей, заделки наконечников, концевых, изолирующие всевозможные чехлы, для того, чтобы обезопасить это замыкание, именно при подключении двигателей, ну, поэтому-то такая работа идет постоянно. Значит, сейчас Сергей Александрович, подготовлю, запустит, и в процессе измерения мы будем снимать значения, те, которые будут здесь у нас отображаться, в зависимости напряжения, тока от напряжения, и в динамике мы вам все это покажем. Потом мы сделаем обработку этих данных и определим, какое же оптимальное напряжение, номинальное для этого мотор-колеса при питании током частотой 50 вверх. Ну, пока все, приступаем к работе. Мы питание сейчас осуществляем от этого лапа, регулированного, да? С латором по 380 заходит сюда, вот, вход вот он. А это идет на выход у нас. Выход к выходу подсоединен. Трансформатор 380 на 36, и уже с трансформатора у нас уходит на якобалу, и все трансформаторы у нас переходят на мотор-колесо. Значит, сейчас положение «но», вот он, подаем напряжение сюда, сейчас напряжение включено, включаем, выход, включили. Все, у нас напряжение подалось на двигатель, на мотор-колесо. Начинаем снимать данные. Да? Да. Угу. Все, у нас на повышенном напряжении. А мне вот здесь? Да. Так, 13 А. 1,7, 1,8, 2, 2,3, 2,38 Вольта, колесо пошло. 3 Вольта. 3,9, 4. Вот видите, произошло в начале вкоп роста, а потом начал падать. Дело в том, что при малых напряжениях он работал с большим стажением, в принципе, было опрокинуто. Дальше он уже уходит на объединение, сейчас это сопровождается снижением вкопа. Угу. Ну, теперь растет ток. Ну, а теперь мы идем на повышение индукции, развешиваемся на больших беззорах. Сейчас потери на 100 Ватт. Угу. Потери на 90 Ватт. Потери на 90 Ватт. Сейчас уже 100. 100 Ватт съемок. Мне надо очень даже интересы. Это киловатт 100 Ватт. А ток какой? 21 Ватт. 21,9 Ватт. Напряжение сколько там? Ммм... Напряжение 8,8 Ватт. Учет хорошая, да? Да. 24. 96. Ну, это было саватлан первым, саватлан первым. Ну, да. 30. 31. 37. 40. 43. 44. 45. 46. 47. 48 В принципе хватит Опускаем напряжение Данные сняли, вы видели как это происходило Все очень просто, информации очень много Все это шло достаточно быстро Теперь можно данные обрабатывать Сейчас мы пока это сделаем вручную А дальше тут есть целый ряд разъемов спереди и сзади Которые позволяют все эти данные перетаскивать в таблице Непосредственно на компьютер И уже совмещать их с данными с других приборов В том числе и с МакТРОВС Потому что нам надо будет еще сюда добавлять обороты А потом при нагрузках в вращающий момент и так далее Но это уже будет следующий этап Это уже при снятии механических характеристик Мы это будем проделывать Но перед этим мы сделаем еще один опыт Но только не сегодня Это будет опыт короткого замыкания Но этот опыт будет происходить только после того Мы будем его проводить только после того Как мы определим наиболее оптимальное Номинальное напряжение для него Для этого двигателя При 50 Гц И при этом напряжении мы сделаем опыт короткого замыкания И в принципе можно будет одновременно И измерить пусковой момент двигателя Именно не вне управления движения Это при прямом включении в сет Соответственно при питании от контроллера Этот момент будет намного выше Потому что при работе от контроллера При определенном скольжении Сегодня мы фактически будем работать на критическом моменте А критический момент, как правило, раза в полтора выше, чем пусковой момент Но это будет после того, как мы сможем закрепить колесо уже Поставить, вот я работаю на пушке Установимся и свяжем вернусь на грузовичную машину Это будет следующий итог Ну, сейчас пойдем считать Спасибо Спасибо